Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители! Мое первое монументальное видео о паразитах, глистах, гельминтах вышло 10 лет назад. Более подробной, важной информации о паразитах не было никогда и нигде. Уже 10 лет я отвержу о сверхважности этой огромной проблемы для здоровья человека. Но далеко не все хотят это понимать. В этом очень коротком для такой обширной темы видео я расскажу вам следующее. Кто такие паразиты? Чем они опасны и сильны? Каково их главное оружие? Как они попадают к нам в организм? Каковы их явные и неявные признаки жизни в нас? Какова же точная диагностика? Я поясню и про ужасные, непоправимые ошибки в лечении от глистов. А также про самообман и глупости. Расскажу также о том, какие есть натуральные, эффективные, а главное безопасные средства в борьбе с паразитами. И бывает ли так, что никакие средства помочь не могут? И что же тогда делать? Вот почему жизненно необходимо каждому человеку послушать, а лучше потом переслушать и законспектировать эту мою лекцию. И еще одно. Под этим видео я оставлю все то, о чем я буду вам говорить, в том числе ссылку на антипаразитарный набор. Запомните это и пожалуйста не спрашивайте потом в комментариях, а где это посмотреть, взять и тому подобное. Что ж, паразиты есть у всех. Но не все паразиты себя проявляют, по крайней мере явно и сразу. Бессимптомность это их главное оружие. Им очень важно жить в нас как можно дольше и сразу быстро не убивать нас. Им это не выгодно. Но мы от их жизни в нас теряем силы, энергию, выносливость, качество и продолжительность жизни. А некоторые виды паразитов, и это научно доказано, вызывают даже разные виды рака. Ну тот же аписторх, рак печени и поджелудочной железы. Ну или шестосомы, к примеру. А еще одно их оружие. Их слабая уязвимость от химических препаратов, поэтому фарм препараты от них не едины. От всех глистов сразу один препарат, запомните это. И очень токсичные, порой смертельно опасные. Но об этом чуть позже. Так вот оружие паразитов, их сила, выносливость. И в этой связи пару глупостей, которые люди часто говорят. Глупости, которыми люди себя успокаивают. Поясню. Знаете, никакой наш иммунитет не справится с паразитами, так как они, паразиты, не одноклеточные организмы, не бактерии. И наши иммунные клетки не смогут их съесть. Ну как вы не сможете откусить кусок от бетонной стены? И потому никакой ЗОЖ, хоть он и нужен, важен, необходим, но не поможет в борьбе с паразитами. И в чистых, так сказать, организмах они так же прекрасно живут, как и в зашлакованных. Один в один. Без единой разницы. Без единой ноль сотой тысячной процента. Одинаково. Теперь, первым делом я хочу дать вам определение, чтобы не было путаницы. Для грамотности и правильного понимания терминов. Значит, вирусы, бактерии, грибки простейшие, бывают паразитами по своей сути. И некоторые насекомые, и паукообразные, они хоть и могут быть паразитическими организмами, но к паразитам по классификации не относятся, так как к ним относятся только гельминты, глисты, а конкретно три класса животных. Это круглые черви, плоские черви и ленточные черви. Все. Точка. Но это точно так же, как и звери. Звери это только млекопитающие животные, а любые иные животные не звери. Люди, конечно, тоже могут быть паразитами, но это не научно, а образно. Паразиты не инфекции. Инфекции это бактерии и вирусы. Также настоящие паразиты эндогенные, то есть внутренние, а внешние, то есть экзогенные, вроде пиявок и клещей, это паразитические разные там уже организмы. Некоторые паразиты пьют нашу кровь, допустим, через кишечник, например, аскориды. А некоторые едят клетки печени, например, аписторхи. Некоторые паразиты высасывают питательные вещества из кишечника напрямую, например, бычий цепень. Тем они и опасны, что лишают они нас важных питательных веществ. А их дефициты вызывают разные болезни. Но еще паразиты опасны тем, что они отравляют нас продуктами своего метаболизма, так как выделяют в нас продукты своей жизни, а это токсичные отравляющие вещества, а некоторые из глистов огромные, до 25 метров в длину, например, широкий лентец. Некоторые паразиты повреждают ткани и приводят к воспалениям и развитию вторичных инфекций, ну и разных болезней, которые часто врачи не идентифицируют с наличием в организме паразитов и даже не связывают низкие гемоглобины или железо с наличием в 95% случаев именно с паразитами, с теми же простыми аскоридами. Вот чем паразиты опасны. Надеюсь, вы это поняли и четко уяснили себе раз и навсегда. Теперь, как же паразиты попадают в организм? Ну, они попадают по-разному. Первое, через предметы, одежду, например, с улицы, например, та же собачья аскорида, которая называется таксокарой. Вы ходите ботинками по улице, туда могут попасть яйца глистов? Могут, через те же фекалии диких животных собак, например, уличных. А через игрушки могут попасть яйца гельминта в организм? Конечно. Через одежду, игрушки, постельное белье, например, острицы, которые есть, ну, почти у всех детей и очень у многих взрослых. Второе, через продукты. Например, на грядки вы вносите навоз. Навоз поражен в любом случае всегда без исключения яйцами глистов. Вы собираете, допустим, малину, ягоды малины упали на землю, вы взяли, съели, ну, подняли с земли и съели, все, у вас будут паразиты те или иные виды. Третье, из продуктов, ну, так называемых, например, из мяса, скажем, свиной цепени или трихинеллы, или эхинокок, или из рыбы, например, широкий лентец, аписторх. Четвертый вариант, через воду. Например, вы купаетесь, шестосома прогрызает кожу прямо сразу, к человеческую кожу, прогрызает и попадает внутрь организма. Или вы по берегам рек, водоемов, ходите, ну, скажем, по траве босиком, там есть личинки анкилостомы, она прогрызает кожу и попадает в кровеносную и лимфатическую системы. Далее уже идут другие части организма. Пятый вариант, через животных, ну, кошек, собак, которые бегают по улице, а потом к вам в дом приходят, или вы их гладите. Так яйца гельминтов попадают к вам на кожу, а дальше в дом, на продукты, в рот, в организм. Или через тех же крыс, сколько было случаев заражения крысиным цепнем от домашних крыс. Ну и, конечно, от скота. Шестой путь. С улицы, но уже в широком смысле слова. Например, с воздухом, да? Скажем, собачьи фекалии высохли после растаивания снега, и ветром майским разносится по всему двору, и вы вдыхаете. Вместе с воздухом попадают микроскопические яйца прямо в легкие. Ну, я уже не говорю про выгул собак, с обувью все это пояснил. Дорогие друзья, подробнее я вам это бесполезно понимаю, но я не могу по-другому, я скажу. Смотрите мои три лекции. Это цикл из трех лекций по классу круглых, плоских и ленточных червей, которые я недавно выпустил на своем канале. Скажем так, к десятилетию выхода глобального моего труда четырехчасовой лекции по паразитам, где более структурированно, четко по полочкам разложил вот все, что необходимо знать любому человеку. Это гораздо важнее, чем чистить зубы. То есть знать это и правила, кстати, гигиены, там подробно я тоже изложил. Я понимаю, что это бесполезно. Один процент максимум из тех, кто сейчас даже это видео смотрит, посмотрит потом три этих моих видео. Ну, это как в песне одной пелось, но я не могу иначе. К сожалению, единицы меня услышат и осознают, что надо посмотреть те три видео, и еще меньшее количество людей поймет и будет проходить антипаразитарную программу. Ссылку на нее на всякий случай я все-таки оставлю под этим видео. Идем дальше. Внимание, паразиты есть у всех и всегда. Вопрос только, какие виды, в каком количестве, в каких органах и тканях. Ведь не только в кишечнике паразиты бывают, если вы не знали. Именно потому два раза в год всем людям надо проходить антипаразитарную программу. Комплексный набор. Тем, кто не хочет себя травить химией, я о ней еще дальше расскажу. На примере одного письма одной дамочки. Вот этот антипаразитарный комплексный набор без химии. И да, подпишитесь на мой этот самый канал, если вы еще на него не подписаны, чтобы не пропустить выход новых, важных, интересных видео. А как выявить паразитов? Какова диагностика? Вот слушайте. Первое. Есть, конечно, признаки наличия паразита в организме и скоро я их перечислю. Второе. Это гемосканирование. Когда по капле крови на темнопольном микроскопе смотрят и видят. Да, там можно, конечно, и не увидеть то, что это всего лишь капля крови. Вдруг в ней ничего и нет. Но бывает так, что даже по капле крови можно кое-что увидеть. Представьте себе, что же тогда на самом деле есть в организме у буквально каждого человека. Тем более люди сейчас в наши дни вообще не соблюдают правила гигиены. Вообще. Кстати, как на гемосканирование один человек, зожник, нашел у себя паразитов. Страшно удивился. Как же так может быть? Я же веду зож. Посмотрите об этом мое видео. Ссылку я оставлю. Третье. Биорезонансное тестирование. То есть, когда по биологически активным точкам на руках и ногах определяют волновой след, наличие тех или иных паразитов. Но этот метод не абсолютно точен. Потому что эти паразиты могут быть в данный момент, а могли быть когда-то, только след волновой остался. А сейчас их может не быть в организме. Но пройти это исследование для того хотя бы, чтобы потом знать, на какие виды паразитов сдать ИФА, то есть иммуноферментный анализ, это да. Ну и вот пятый вариант, это как раз ИФА, иммуноферментный анализ крови. Это самый точный метод определения паразитов. Но проблема в том, что нельзя так прийти в медучреждение и сказать, ну-ка сделайте мне ИФА на все виды паразитов. Это бесполезно. Там надо говорить на какой-то. Потому что это связано с конкретными антигенами и антителами. Подробно я рассказывал в той трилогии. Но вы можете спросить, а обязательно нужно проходить вот эти все исследования или какие-то из них? Или можно просто избавиться от паразитов, потому что если они все равно есть? Да, можно. Другой вопрос, что есть такие паразиты, от которых избавиться никакими средствами нельзя. И об этом я в своей трилогии рассказывал. Ну это там малый процент от общего количества всех возможных паразитов в организме. И поэтому от 99% всех видов можно избавиться вот этим антипаразитарным набором, пройдя его. Категорически я, по крайней мере, вам советую. Это ваше дело. Но никакую химию, то есть вермокс, декарис, перантел и прочее, ни в коем случае не принимайте. Никогда ни под каким предлогом, что называется. Почему чуть дальше поясню. Да, и конечно я дальше поясню вам про травы, чеснок там и так далее. Теперь про признаки наличия жизни, то есть паразитов в нас. Есть явные признаки и неявные. Начну с явных. Вот они. Первое. Если ночью, скажем, когда вы спите на боку, лежите, слюни текут из уголка рта. Если у вас есть скрип, скрежет зубами во сне, у вас гарантированно из 100-100%. Вот не 99,99 миллионных, а ровно 100 из 100 есть паразиты, скорее всего, именно острийцы в данном случае. Второе. По анализам крови. Если у вас низкое железо, гемоглобин, то у вас в 95% случаев есть паразиты, например, аскориды, которые как раз пьют кровь из кишечника. А утомляемость, слабость как раз и бывает из-за дефицита питательных веществ, потери крови. Ну, как при тех же аскоридах, они же пьют кровь. Будет слабость, анемия, упадок сил, как вы думаете? Конечно, и как следствие могут быть раздражительность, перепады настроения, но это как косвенные признаки. Третий прямой признак – зуд в анальном отверстии. Тут гарантированно либо паразиты, либо могут быть грибковые поражения, вроде сильного поражения общим кандидозом. Ну, конечно, возникает чесотка и бывает чувство даже шевеления в животе или под кожей. Ну, и четвертый вариант – если вы внешне прям увидели паразитов, извините, прямо в кале. Ну, или бывает, что в глазу червя увидели в зеркале. Ну, это бывает. Например, личиночная стадия таксокары проходит свой жизненный путь, цикл на глазном дне. Иногда вот прям выползают под оболочками, раздвигая их так, что это видно, что называется, через сетчатку. Теперь несколько косвенных признаков – папилломы и родинки, проблемы с кожей, аллергии, тяга к сладкому и мясу, да, путанность сознания, плохая память. Ну, и, конечно, диарея, тошнота, вздутие, газы, запоры – это очень характерные признаки, потому что паразиты есть бывают и крупные. Бывает так, что 3-4 крупных ленточных черви, каких-нибудь там бычьих цепней или широкие ленцы, ну, просто все пространство кишечника перекрывают. Тогда вообще могут быть возможны только операционные вмешательства. Ну, а также изменения в аппетите, потери веса – это ясное дело. Ну, и иные вот проблемы с кишечником. А теперь послушайте про страшные глупости и ошибки, порой непоправимые в лечении. Конечно, понимаю, что люди у нас исторически с советских времен, ну, испытывают абсолютное доверие к врачам. Это хорошо с одной стороны, а с другой, к сожалению, профнепригодность сейчас многих врачей колоссальна. И извините, если тот же гемоглобин железо низкое, повторюсь, а врач не говорит срочно на, значит, аскориды и другие определенные паразиты, сдайте иммуноферментный анализ крови и назначение выписывать, то это профнепригодность абсолютная. А вот послушайте, под моим видео из трилогии, под третьей частью, которая называется «Эти паразиты смертельно опасны и вызывают даже рак», одна дамочка, ну, я так полагаю, на видео посмотрела и написала, радостно написала, «Я всегда, два раза в год проводила детям профилактику пирантелам, декарисам, вермоксам». Как вам это? Ну, те, кто в теме, скажут, конечно, что она не в себе, просто невменяемый человек. Но я беру, конечно, один процент на то, что она вообще не посмотрела мое видео, а прочла название и с радостью написала, какая она специалистка уже, можно сказать, в теме. Что же она сделала? Еще 10 лет назад, в своей лекции той первой старой о паразитах, а потом в каждой, буквально в каждой, каждый год, когда я выпускал другие лекции о паразитах, включая вот эту трилогию, где в каждой части из трех я говорил, что категорически, если вам дорога жизнь, здоровье, тем более детей, не применяйте никогда вермокс, декарис, пирантел и другие фарм сильнейшие препараты. Почему? Уже давным-давно было установлено, но только не сразу, а годы спустя после того, как эти препараты приняли в применение. Кстати, их создавали не от всех паразитов, а от конкретных. Иногда от одного конкретного глиста. Но дело в другом. А дело в том, что они смертельно опасны, и было установлено, что некоторые вызывают рак крови, некоторые рак печени и так далее. Есть один, пожалуй, случай, когда риск смерти настолько велик от паразитов, что действительно стоит принимать определенные химические препараты, а потом лечиться от них, нейтрализовывать их вред страшный для организма. И об этом я, кстати, тоже в своей трилогии рассказывал. Но вот так, чтобы детям по назначению не учи врачей назначать, эти страшные химически отравляющие вещества, это преступление. И страшная глупость. А глупость еще ваша в том, что вы не смотрите мои лекции, которые могут спасти и многим спасали жизни. А тут хвастаться своей глупостью, невежеством, ну и дурью. Да, паразитов нельзя убивать в себе, запомните. А надо выгонять, ведь они будут гнить в нас. А это ведь порой огромное количество гниющего белка, то есть страшных отравляющих токсичных веществ, гноя. Теперь расскажу про натуральные средства. И в первую очередь про то, что любят наши люди. Ведь люди любят на грош пятаков. И думают, что все самое простое, самое эффективное, ну порой вот так успокаивают себя. Я сейчас поясню, может быть, вот не знаю, в последний раз зарекаюсь и все время обманываю. И говорю постоянно. А потому что люди обратно пишут всякие глупости. Пижма, полы, гвоздика. Да, это очень хорошие средства. И они могут выгнать действительно тех паразитов, которые в данный момент времени находятся где? В кишечнике. А вы что думаете, все паразиты это в кишечнике находятся? Да, многие люди так и думают. Нет, дорогие друзья, даже те виды паразитов, взрослые особи которых, действительно обитают в кишечнике, ну вот как аскориды те же, например, то их личинки находятся совершенно в других частях организма. И никакие травы, их компоненты, никак подействовать, чтобы выгнать их из лимфы, ткани, тем более головного мозга, например. Или глазного дна, там скажем. Или из мышц они не смогут. Еще раз, все травы только из кишечника могут выгнать определенных паразитов. И травы в этом смысле хороши только лишь как дополнительная мера. Кстати, в набор тот самый антипаразитарный, о котором я талдычу, травы в виде огневки ультра, куда входит несколько видов трав в виде экстрактов, самых сильных выжимок из трав, тоже входят, но это не главное. Там главная лисичка, но не гриб, не молотый гриб, да, а вещество хиномоноза полисахарид, который добывается из грибов лисички, которое может не только выгонять паразитов, но и уничтожать даже яйца паразитов, прерывает цикл развития. Такими свойствами никакие травы не обладают. Более того, гриб-лисичка еще является гепатопротекторным средством. Да сразу хочу сказать, вареные и жареные лисички, кто-то может такую глупость спросить, никакими свойствами уже не обладают, кроме вкусовых. Что еще? Экстракт коры осины? Прекрасно. Но смотрите выше, что я сказал про пижму, полын, гвоздику. То же самое. Скорлупа черного ореха, вот этих перегородочек, вернее, да, экстракты разные, это прекрасно. И в основном по некоторым бактериям, по простейшим работают хорошо. И опять-таки смотрите выше, по каким конкретно паразитам работают, и то не по всем. Чеснок. И тут некоторые вспомнят про метод так называемого Чингисхана, хотя такого метода не было. Ну ладно, это условно так назвали, потому что когда-то там действительно кочевники там использовали этот метод, видели, что паразиты с фекалиями выходят некоторые, но это какие паразиты? И вы теперь уже знаете, те, которые находятся в данный момент времени в кишечнике, и то далеко не все, а на которых это подействует, не на всех действует чеснок. Но чеснок прекрасное желчегонное средство, и в этом смысле применять его вполне разумно. Теперь пару слов про яблочный уксус. Почему его стоит применять? Во многих своих лекциях я об этом рассказывал. Стоит потому, что яблочный уксус создаст правильную в плане кислотности среду, то есть по желудочному соку. И часть яиц, паразитов, только лишь часть, действительно могут погибнуть, если человек будет есть немного за один раз, если не будет он то, что съел, запивать водой, если будет правильная кислотность, то есть по PH 1-2 единицы. И этому поможет яблочный уксус, натуральный ГОСТовский. Ссылку на него я оставлю вам под этим видео. И видео у меня было про яблочный уксус, на него тоже ссылку оставлю. А бывает ли такое, что никакие средства, вообще даже химически, помочь не могут? Да, бывает. И опять-таки я вас отсылаю к моей трилогии. Бывают такие паразиты из стадии развития определенных глистов, когда действительно они преобразуются в финны, цисты определенные, и ничем их убрать невозможно. Например, эхинокок, альвеокок или трихинелла. Вообще ничем нельзя. И тогда там действительно два варианта. Биорезонансное разрушение. Не путайте с исследованиями биорезонансными. И сразу скажу умникам, что просто так какую-нибудь аскориду-острицу, которую и так можно убрать из организма, уничтожать, выводить, биорезонансным вот этим дроблением, скажем, воздействием вот этим высокочастотным, категорически нельзя. Нет, ну можно, если хотите. Почему нельзя? Потому что вы вообще-то уверены в том, что эти воздействия будут только на паразитов. А на ткани и органы наши, которые находятся, собственно, везде, и черви внутри, и вокруг них, это, как вы думаете, не будет? Будет, будет. Не сомневайтесь. И потому только в случае, когда либо операция, либо возможно уничтожить вот этим биорезонансным разрушительным воздействием, то тогда вот надо выбирать или операции, или действительно попробовать вот этим резонансным воздействием. Как я уже говорил, к сожалению, ну процентов, дай бог, 10 досмотрело это видео до конца, из вас, кто начал смотреть, и максимум 1% перейдут по ссылкам, а от этого хуже будет только вам. Я понимаю, что вы захотите отмахнуться и думаете, а вдруг пронесет, или, а, наверное, пронесет, или у всех, так и живут, ничего. Или, что хуже еще того, скажете, ничего, врачам лучше известно. Буду химию применять, все равно так проще. Купил таблетку, принял там несколько раз, и, мол, дело в шляпе. Дело-то в шляпе, только вы будете в Макинтоше. Гораздо раньше, чем могли бы. Но это, впрочем, ваше дело. И главная задача этого видео донести правду таким образом, не чтобы она приятно была кому-то, а чтобы вы отмахиваться от нее дешево, и глумиться над человеческим разумом, логикой, не смогли бы дальше. Конечно, по-хорошему, просто насильно надо всем людям показать это мое видео, и ту трилогию. Вот просто взять, насильно показать, для их блага. Понимаю, многие на это возмутятся, потому что сейчас у всех людей одни права, а обязанностей нет. А обязанностям на самом деле есть перед вашими детьми, перед вашим организмом, перед нацией, в конце концов. Есть. Больше половины болезней, проблем со здоровьем, идут именно от наличия паразитов в организме. И как вторичные уже следствия этих наличий паразитов. Что ж, под этим видео я оставил все, что может вам потребоваться. Все, что необходимо. А дальше, думайте сами. И несколько секунд в завершении. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Подпишитесь на мой данный канал. Нажмите под ним на слово подписаться, вот на это. Далее, нажмите на колокольчик, то есть уведомления, и выберите все видео. Тогда, вы не пропустите выход моих новых видео, так как будете получать уведомления о их выходе. Если вы уже были подписаны на мой канал, но уведомления вам не приходили, то отпишитесь вот тут и подпишитесь сразу заново. Эта процедура устранит ошибки, скажем так, Ютуба. Прошу написать под это видео свои комментарии и переслать ссылку на это мое видео своим знакомым, коллегам, родственникам, всем, кто вам дорог. Поделитесь этим видео в соцсетях. Может быть, мы вместе поможем наконец-то людям стать здоровыми и активными. Ну и, конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!